Всё верно. Когда ты обнаруживаешь своего внутреннего врага, а его надо обнаружить, я уже прикрепляла вот эту картиночку, что такое самость, сейчас ещё раз приключу, и синдром лицефера есть в каждом из нас. И вот это враг. Но он, с одной стороны, коварни, но именно он нас толкает к эволюции. Например, я работала пару месяцев назад, вот меня потрясала эта история. Девушке 24 года, за год она сменила 15 работ. 15. То есть она работала из одной кофейни в другую кофейню, потом она пошла в типографию, потом она пошла туда, и вот она ищет себя. И вот она пришла, говорит, помогите мне найти моё предназначение. Ищу через внешний, ничего не получается, всё меня не удовлетворяет. Всё не то, всё как-то не так. Проработают две-три недели, не моё. Проработают там месяц, не моё. Проработают два дня, не моё. И по сей день, говорит, я не поняла, так что же моё. И мы обнаружили с ней врага. И знаете, какой враг? Скука. Ей скучно. И её основная, ну такая, знаете, морковка, которая её толкает вообще к чему-то, это скука. И вот эта скука толкает её к поиску того, что изменит её внутреннее состояние. И она приходит на работу и думает, что работа заместит вот эту скуку, которая разлилась внутри неё. И она говорит, да, у меня часто эти мысли, мне скучно жить. Мне неинтересно жить. Я отбываю номер на земле. Ну вот просто отбываю. И, говорит, жду. И она увидела даже такой образ, что дверь наполовину открыт. Она говорит, практически я, говорит, уже одной ногой могу пойти туда. Мне, говорит, на земле ничего не держит. И, говорит, ну так, говорит, ещё чуть-чуть побуду. Если не будет ничего интересного, то, говорит, скорее всего, я уйду. Мне здесь скучно. Вот её враг. Мы поставили на сцену жизни её врага, потому что врага надо знать в лицо. И я ей задала вопрос, зачем тебе так важно? Это очень важный вопрос. Этот инструмент, потому что любая эмоция – это наш инструмент. Это краска в нашей... Вот. Она вначале говорит, да нет, да нет, да все так живут. Я говорю, нет, мне, ну, крайне скучно жить. Мне интересно жить. Поэтому уже не все. Может быть, ещё кто-то есть, но вот я один из четырех. И вот когда она обнаружила, зачем ей важно скука, так вот скука её толкает к тому, чтобы найти что-то, что развеселит её. То есть внешнее. А радость – это всегда то, что изнутри идёт. То есть скука.